Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Анна Кокорина и смотрите в этом выпуске. Жара принесет ветряную бурю. Спасатели предупреждают о мечей, о резком усилении ветра. Вместо широкой протоки – мелкие ручейки. В Омске частично пересох Иртыш. Грозит ли региону экологическая катастрофа? Подарки, которые не стоит делать соперникам. Боб Хартли призвал галкипера «Авангарда» сосредоточиться на игре и спасти команду. Мы чемпионы! Ура! 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 На что отважились корреспонденты 12-го канала в борьбе за главный трофей автоквеста? И решилась на побег ради сладкой жизни. Друзья мои, когда их увидите, кормите его с конфетами, с барбарисом. Хозяин верблюдицы рассказал, зачем его питомица вышла на трассу. В регион может ворваться сильный порывистый ветер местами до 20 метров в секунду. Об этом предупреждают сотрудники МЧС со ссылкой на омских синоптиков. Сильные порывы ожидаются уже сегодня. И такой ветер будет дуть до 19 сентября. Мечам рекомендуют держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, убрать с балконов опасные вещи, не оставлять детей без присмотра. При этом всю эту неделю в регионе будет тепло. В Омске бабье лето. В дневные часы до плюс 20, а местами и 25 градусов. При этом большую часть недели будет солнечно. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 11. К выходным похолодает до плюс 14, пойдут дожди. Если верить долгосрочным прогнозам, следующая неделя будет ненастной. Федеральные эксперты поддержали идею омского губернатора Александра Буркова поставлять зерно из Омской области северным морским путем. О том, что сейчас разрабатывает новый маршрут доставки, глава региона рассказал на прошедшем во Владивостоке в Восточном экономическом форуме. Это будет своеобразным открытием окна в Азии. На баржах через Обь и Иртыш до Ямала дали на корабле. Судно уже готов предоставить Северный флот. Александр Бурков отметил, что это дешевле, чем по железной дороге. И вот сегодня идею прокомментировал сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов, который несколько лет занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике. Он назвал идею перспективной. По его мнению, это даст хороший экономический эффект. Аграрии смогут продать зерно по высокой стоимости. Это стабильность сбыта продукции, новые поступления в бюджеты различных уровней. Все это в результате будет способствовать развитию АПК в регионе. Мы сможем конкурировать в Азии. В Китае, Японии, Индии и других странах ждут нашу продукцию, сказал сенатор. И сегодня же стало известно, что поддержал идею омского губернатора также профессор российского аграрного университета имени Тимирязева Валерий Кошелев. Ученый отмечает, дополнительно заработать можно будет на натуральности омской продукции. Она без ГМО, в отличие от зарубежной, это станет еще одним преимуществом на мировом рынке. Также профессор согласен, выход на североморской путь значительно сократит аграриям транспортные расходы. Потому что транспортные расходы – это достаточно существенная статья в себестоимости продукции. И, конечно, это дает довольно серьезные, может дать довольно серьезные преимущества экономические. Я много раз бывал в Омске. Я хорошо помню омский хлеб, который выпекается у вас. И уже только поэтому могу как потребитель судить о высоком качестве, действительно, вашей пшеницы на мировом рынке, не модифицированное зерно, оно имеет более высокую цену. Первую партию зерна в 50 тысяч тонн северным путем омский регион отправит уже в этом году. Вообще же омскую пшеницу поставляют в более чем 40 стран, и географию сбыта, напомню, будут расширять. В рамках Восточноэкономического форума Александр Бурков также провел переговоры с предпринимателями из Филиппин. Эта страна заинтересована не только в поставках зерна из Омска, но и свинины. В Омске частично пересох Иртыш. Речь идет об участке, который разграничивал остров под метромостом от левобережья. От протоки остались лишь небольшие ручейки. Одна из опор моста теперь полностью стоит на суше. К слову, именно бетонная конструкция, по словам экологов, стала причиной пересыхания реки. Опора могла повлиять на форму русла, но специалисты заверили, беспокоиться не стоит, экологической катастрофой такое природное явление не грозит. Русло Иртыша довольно подвижное, и пойма постоянно меняется. Возможно, в скором времени этот участок затопит. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем выпуске. Самолет, летевший в Омск, совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя. Авиалайнер приземлился в аэропорту Красноярска. На борту воздушного судна находились 116 пассажиров. Никто из них, а также и членов экипажа не пострадал. У самолета Як-42 отказал правый двигатель во время полета по маршруту Талакан-Омск-Уфа. Как позже уточнили в прислужбе авиакомпании, в Омск направлялся только один пассажир. Позже он прилетел рейсом другой авиакомпании. Имена омских писателей запечатлели на литературном форуме. Строители завершили монтаж одной из центральных площадок Бульвара Мартынова. Выполнен форум в виде круглой сцены с трибунами. Над ними располагается инсталляция с именами писателей и поэтов, творчество и судьба которых неразрывно связано с омском. Это Аркадий Кутилов, Антон Сорогин, Владимир Добронравов, Георгий Вяткин и другие. Вечерами такие полотнища с фамилиями литераторов будут подсвечиваться, а в дальнейшем здесь будут организовывать творческие встречи. Однако показательные выступления здесь уже проводят скейтеры на молодых людей, съезжающих с литературной веранды прямо по ступеням, а мечи пожаловались в соцсетях. В результате подростки сломали несколько досок, из которых сделан форум. Пользователи опасаются, что если сценическую площадку и дальше будут использовать для катаний, то вскоре она придет в негодность. Уже завтра состояние литературной веранды оценит комиссия. На бульваре будут работать специалисты городской администрации. Отметили за вклад в развитие омской промышленности. Александр Бурков вручил награды лучшим работникам радиозавода имени Попова. Он отмечает 65-летие. Торжественная церемония прошла в концертном зале Омской филармонии. Предприятие разрабатывает защитные системы связи управления военного и общетехнического назначения. Сегодня радиозавод обеспечен заказами и демонстрирует стабильный рост. Входит в топ-10 налогоплательщиков региона, а также создает достойные условия труда. Здесь трудится больше 2,5 тысяч человек, а средняя зарплата составляет 62 тысяч рублей. На церемонии награждения губернатор отметил, что завод давно стал промышленным брендом региона и завоевал славу международного лидера. Александр Бурков подчеркнул, что современный уровень оснащения позволяет предприятию конкурировать не только на рынке специальной продукции, но и гражданской. А это намного сложнее. Омичи стали чаще обращаться за выплатами на второго ребенка. Об этом сообщает пенсионный фонд. Уже выдали 65 миллионов рублей. Напомню, теперь семьи с низким доходом могут направить часть материнского капитала на получение ежемесячной выплаты. Это почти 10 тысяч рублей. Потратить деньги можно на любые семейные нужды, отчитываться не придется. Только за 8 месяцев 2019-го в пенсионный фонд обратились 885 семей. Для сравнения, за весь прошлый год своим правом воспользовались 592 семьи. Захватили районную администрацию и взяли заложников в Азовском районе. Прошли тактика специального учения по пресечению терактов. По легенде учений, после захвата террористы выдвинули требования к власти, пригрозив в случае невыполнения убить заложников, взорвать бомбу и даже распылить опасные химикаты. К работе мгновенно приступил оперативный штаб в Омской области. После анализа ситуации приняли решение о проведении в Азово контртеррористической операции. Территорию оцепили. На место прибыли подразделения ФСБ, полиция, спасатели, а также с учетом возможности химического заражения сотрудники Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В целом все структуры отработали успешно. Бизнесмены выступили против четырехдневки. Свыше 70% компаний не готовы к новшеству и могут перейти на сокращенную рабочую неделю лишь при снижении зарплаты. Такие данные приводят исследователи крупного портала по трудоустройству. Готовность перейти на четыре рабочих дня выразили лишь 28% работодателей. Правда, третий из них опять же снизит при этом зарплату. Среди плюсов четырехдневки обычно называют уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. Впрочем, почти треть компаний поставила все эти преимущества под сомнение. А среди минусов работодатель отмечает снижение зарплат, сокращение производительности, найм новых сотрудников, разгильяйство и лень. Амич не убирал новогоднюю елку до сентября. Фото хвойного дерева, одиноко лежащего на мусорной площадке, появилось в одном из омских пабликов. Автор снимка с иронии отметил, что неизвестный амич, продержавшийся до сентября, сдался последним. В комментариях горожане назвали его чемпионом. Другие отметили, что на Руси славянский Новый год как раз отмечали в середине сентября. Нашлась и семья, в которой елку не убрали до сих пор. Амичи признались, что держать в доме уже не совсем зеленую красавицу намерены до 30 декабря. Не влезай, убьет. В омских школах начали проводить уроки по электробезопасности. Первое занятие прошло в лицее номер 143. Специалисты Омской электро рассказали ученикам 2-го и 3-го класса о правилах обращения с электричеством и о том, каким последствиям могут привести их несоблюдение. Сейчас такие уроки проходят по всей стране. На первом занятии, проведенном омскими энергетиками, побывала Анна Черных. От каких мест лучше держаться подальше, что делать, если дома загорелся электроприбор и где нельзя прятаться во время грозы. С помощью красочных картинок и табличек второклассникам рассказывают, что такое электричество и как с ним обращаться. Чтобы привлечь внимание ребят, используют наглядные материалы, электрические автоматы и огнетушители. Школьники с интересом слушают специалистов. И здесь, в отличие от обычных уроков, действительно лес рук. С электричеством нельзя играть, нельзя рвать провода. И можно получить ожоги. Что интересного было на уроке? Про огнетушители, про обращение с газом. Что иногда электричество может быть врагом, а иногда другом. И не только ожоги. Специалисты объясняют ребятам, пренебрежение правилами безопасности может стоить жизни. Несчастные случаи происходят постоянно. Подростки погибают, пытаясь сделать селфи возле линии электропередач или на крышах поездов. Малыши забывают о безопасности во время игр с электроприборами. В Омске трагический случай произошел буквально полторы недели назад. Четырехлетний мальчик играл под кухонным столом, где лежали провода под напряжением от холодильника. Ребенок погиб. В Омск электроуверяют, уроки должны научить детей осторожности. К сожалению, происходят несчастные случаи, как на производстве, так и в быту. И в большинстве своем страдают дети. Мы будем усиливать бдительность и обучать, чтобы дети знали, что такое электричество и как с ним работать. Такие уроки в начальных классах специалисты Омска электро будут устраивать постоянно. Обещают, занятия по электробезопасности проведут в каждой школе города. Анна Черных, Денис Лопарев, 12 канал. Экс-хоккеист Авангарда и муж омской гимнастки Евгении Канаевой задержан в Москве по обвинению в мошенничестве. Игоря Мусатова обвиняют в том, что он похитил деньги у столичного бизнесмена, пообещав продать ему криптовалюту. Ну а состав Омского Авангарда тем временем пополнился другим хоккеистом с известной супругой. Клуб заключил пробный контракт с нападающим Игорем Макаровым, мужем, известной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Форвард примет участие в ближайших матчах команды, после чего руководство решит, подписывать ли с ним полноценный контракт. А теперь о самой игре. Главный тренер Омского Авангарда Боб Хартли остался недоволен игрой основного вратаря команды Игоря Бобкова. Ястребы накануне потерпели второе поражение в сезоне, так и не сумев забросить ворота торпеда ни одной шайбы, пропустив при этом сразу три. А мячи начали активно первый период, однако после передачи из-за лицевой линии шайбу ворота переправил Куинтон Хауден. Во втором периоде ястребы сравняли счет, однако арбитры шайбу не засчитали из-за игры высоко поднятой клюшкой. Вскоре Авангард пропустил снова, после чего Боб Хартли поменял вратаря. Но и Александр Судницин с ухим продержался недолго. Торпедовцы размочили голкипера спустя всего три минуты. Но после матчевой пресс-конференции Боб Хартли подчеркнул, что сейчас Авангарду крайне необходима уверенная игра вратаря. Пока Игорь Бобков не показывает своей лучшей игры. Пока мы не видим настоящий уровень игры от Бобкова. Но мы ждем этого. Сейчас у нас такое время. Травмированные многие лидеры команды. Нам нужно перестать дарить подарки сопернику. Нам нужны сейвы. Мы ждем спасения от наших вратарей. Следующий матч «Авангард» проведет завтра, 17 сентября, в Екатеринбурге против автомобилиста. Уральцы на данный момент не потерпели ни одного поражения и занимают первое место в общей таблице КХР. Омские байкеры закрыли сезон историческим мотопробегом. Его участники побывали в Новосибирске и накануне вечером вернулись в наш город. События посвятили первому сибирскому мотопробегу, который состоялся 91 год назад по тому же маршруту. Если тогда, почти век назад, трое мотоциклистов ехали в соседний город около двух недель, то у современных байкеров путешествие заняло меньше двух дней. На территории Омской крепости их тепло встретили друзья, родственники и просто любители мотодвижения. Закрытие сезона отметили концертной программой и пообещали, что в следующем году пробег будет еще масштабнее. Если в прошлом году у нас было, уезжало 8 человек, приехало 11, то в этом году уезжало 12, возвратилось 16. Два клуба там присоединилось, помимо организаторов. Это все разрастается и у всех проявляется интерес. История вообще интересная штука. Ну а пока одни омичи профессионалы закрывали сезон мотопробегом, другие любители отправились в большой акваквест. 10 команд, люди разных профессий, от актеров до предпринимателей. В эти выходные прошли испытания скоростью, вспомнили школьные уроки по географии и даже на несколько часов сменили профессии. Организатор интернет-портал Новый Омск. В автоквесте участвовали и журналисты 12 канала, мои коллеги Константин Поминов, комментатор хоккейных матчей Максим Гречанин и корреспондент интернет-редакции Петр Смольников. Кто выиграл и почему соревнования довели до аварии. Репортаж Юлии Думановой. Актеры, дизайнеры, спортсмены, предприниматели и журналисты сошлись, чтобы узнать, кто выше, сильнее и быстрее перед квестом «Разминка». 12 канал на дистанции в день рождения компании. Кто у вас капитан команды? Ну, ну, называйте. Аннушка Кокорина у нас капитан. Мы все договорились и согласились с этим. То есть у вас рули девочки? Я их заставила. У нас кроме капитана есть еще и другие должности. Есть мехвод, есть радист, есть наводчик. Пять локаций в разных частях города. Добираться на автомобиле – первая точка в фитнес-зал. Кроссфит. Побажек нет даже для девушек. Бег, гантели, отжимания. Упражнения на все группы мышц. Испытания силы, гибкости и выносливости на пределе сил и в максимальном темпе. В кроссфите наша команда стала лучше и получила спецприз за настоящий командный дух. После спорта задание на любой вкус. В прямом смысле этого слова. Кормят буквально с ложечки вяленый арбуз, какао-бобы. Это слепая дегустация необычных продуктов и одновременно тест на эрудицию. Это в Байдарской долине выращивается, в Крыму. Это варенье из роз? Да. Понять друг друга без слов в игре крокодил. Ответить на все вопросы, кто хочет стать миллионером. И на пару часов сменить работу из журналистов в аварийные комиссары. Определить виновников аварии, заполнить протокол. Проехать дистанцию, припарковать машину. Отчет о большом автоквесте команда 12 канала размещала в инстаграме в режиме реального времени. Каждое задание комментировали журналист интернет-редакции Петр Смольников и комментатор хоккейных трансляций 12 канала Максим Гречанин. Костя, давай! Еще чуть-чуть, Костя! Это хорошая шайба! Просто, напросто, нереально фантастический проезд! Это было круто, друзья! Большой автоквест в Омске проводят уже третий год подряд. Организатор интернет-портал Новый Омск На этот раз соревновались 10 команд, 5 часов. До финиша доехал каждый. Такое событие раз в год происходит. И когда таких много людей собирают, творческих, креативных. Суббота, утро, много людей, отличная погода, весело, круто. Цель – это поднять народ с утра пораньше. Это сейчас очень тяжело бывает, особенно в субботу рано утром. Немножечко взбодрить всех людей. После большого автоквеста люди находят себе ресурс получить водительские права. Наконец, научиться экстремальному вождению. Поверьте мне, откроются такие невиданные способности, о которых вы не знали. Может быть, они решат стать профессиональными бодибилдерами после сегодняшнего конкурса. Команда 12-го канала стартовала предпоследней по жеребию. Из-за этого на дистанцию вышла с отставанием 15 минут. Несмотря на это, финишировала первой и выиграла кубок. Победу посвятили дню рождения компании 12-му каналу 21 год. Ура! 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 Юлия Думанова, Петр Смольников и Дмитрий Алдыгепченко, 12-й канал. Пошла на трассу за конфетами. Хозяин верблюда, который накануне заблокировал движение на автодороге Омск-Тюмень, рассказал, почему его питомица отбилась от стада. Мужчина записал видеообращение. Напомню, несколько дней назад дальнобойщики стали свидетелями необычного для Омска зрелища. Прямо перед фурами вдоль дороги неспешно гулял верблюд. Очевидцы разместили фотографии в соцсетях и отметили, экзотическое животное совсем не боится машин. Интернет-пользователи тут же пошутили, что корабль пустыни пытается отправиться на родину. Но, как выяснилось, родиной верблюда является недалекая Африка, а поселок Яман в Крутинском районе. Джина, так зовут животное, ручная, любит гулять в одиночестве и попрошайничать. Вот что рассказал ее хозяин. Дело в том, что они ручные. Вот эта джина, я постоянно его ввожу в Агро-Омск на выставку. Она любит попрошайничать. Конфеты, морковки, картошки, они там кормят все население. Так что вот, они никакой родины. У них родина здесь, село Яман. В общем, если соберетесь проезжать по автодороге Омск и Шим, захватите с собой конфеты с Бурбарисом. И вот над чем наши корреспонденты работают в эти минуты, смотрите в итоговом выпуске в 19.30. Двойная сплошная вместо разворота и кривая вдоль крайней правой линии разметки на некоторых омских магистралях возмущают водителей. Не помогают, а вводят в ступор. Без разметки оно, естественно, сложнее. А с непонятной разметкой еще сложнее. На каких дорогах в городе пришлось исправлять ляпы, расскажет Елена Смирнова. В Амурском поселке шестилетняя Амичка угодила в плен на ровном месте. Во время прогулки девочка оступилась и застряла в решетке ливневой канализации. Ни мама, ни случайные прохожие не смогли высвободить застрявшую ногу. На помощь пришлось звать сотрудников МЧС. Подробности спасательной операции в материале Дениса Жаркова. И о погоде спонсор прогноза ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Завтра, 17 сентября, в регионе переменная облачность, возможны дожди. Температура воздуха в районах ночью плюс 11, днем потеплеет до плюс 15. В Омске ночью 13, плоднем столбики термометров поднимутся до плюс 20. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В сентябре купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. При покупке теплицы парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Подсадистуйте до 30 сентября. На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин